Знаете, когда мы сегодня пошли снимать этот репортаж, то изначально вообще не поняли, что на улице, зима или весна. Но действительно, на крайнем севере погода непредсказуемая. Сегодня тает, а завтра уже мороз, и получается, что на улице гололед. В первую очередь страдают из-за этого простые горожане, автолюбители. Люди подскальзываются, люди падают, и потом в итоге оказываются в больнице. Автолюбители также, они рискуют своей жизнью, ездя по скользким дорогам. Мы сегодня решили посетить несколько участков города, чтобы понять, работают ли хоть как-то коммунальщики. Они посыпают ли тротуары песком, чистят ли их, и вообще обеспечивают ли безопасность для нас, для простых горожан. Давайте посмотрим, что в итоге из этого вышло. Посыпать городские дороги песком коммунальщики выехали еще до обеда. По центральным улицам Наринмара колесили сразу несколько единиц техники. Это, конечно, похвально, но о простых пешеходах почему-то снова забыли. На тротуары продолжал валить белый снег, под которым незаметно скрывался лед. Один неправильный шаг, и ты в горизонтальном положении. Очнулся, а на ноге уже гипс. Ногу я подвихнул, при мне за 30 минут 6 бабушек упало. Ну и где-то среди этого количества там двое дедушек. Хотят что-то купить, и падают. Ноги сломали. В 15-й палате сейчас мы находимся. Зайдите туда, посмотрите, в чем дело. Дороги-то не сыпятся. Есть руководители, а порядка нет. Ну, вопрос-то, на своем ли месте вот эти люди-то. Это тот, пожалуй, редкий случай, когда при виде нашей камеры люди сами к ней подходили и желали дать интервью. Впрочем, скорее хотели просто высказать о наболевшем. Об отличной, конечно же, в кавычках работе наших городских коммунальщиков. Элементарные меры, хотя бы пусть рабочих нанимают, если у них нет, хотя бы даже таких уборочных машин, например, не хватает. Пусть, значит, не выделяют людей. Это в любых городах так, понимаете, здесь не пройти, не проехать вообще. Я считаю, что должно быть все-таки город, если он не маленький уже, и город разросся. Я не думаю, что здесь нет вообще средств, например, для того, чтобы даже убрать. Даже элементарные дорожки, которые около дома, идешь около дома, с коляской вообще не пройти. Сегодня еще как-то вчера вообще никак. Вчера мы просто приходили держать ребенка, держать как-то себя, вообще никак. Но вы считаете, что они работают? Или работают, но плохо? Вчера не сработали, может быть, не успели, да? Такое, быстро было. Хотя это все прогнозируемое, можно просчитать. Но не сработали вчера даже в центре города. И вот с колясками люди ходят туда-сюда, не знают, куда идти. Вчера вообще не могли даже выйти на улицу. Лед кругом, невозможно, невозможно. Не знаю, что такое делается. А есть какое-то пожелание коммунальщикам нашим? Да, чтобы следили, следили за дорогами, чтобы действительно мы не падали, и руки не ломали, чтобы мы были нормальные, ходили нормально. Ну что такое, нельзя же так. Ходить по улицам города небезопасно, это признают и спасатели, и врачи. Но городские чиновники исправлять тревожную ситуацию даже не торопятся. Вместо того, чтобы нормально содержать пешеходные зоны и дороги, они пытаются их сохранить в своем же ведении. И передавать на содержание Ненецкому округу без боя, кажется, не собираются, а надо бы. Городская администрация, как показывает практика, уже давно не справляется с полномочиями по содержанию дорог. Вот один из множества примеров. Это просто какой-то шедевр, настоящее искусство коммунальщиков. Тротуарный забор, который установлен в центре Наринмара. В центре Наринмара, в столице нефтяного региона. Мало того, его установили примерно в октябре, когда уже почва и земля замерзла. Так вот, его вдалбливали прямо в землю. Об этом свидетельствуют люди, горожане простые, которые видели, когда его устанавливали. Между этим забор установили, но по-другому не скажешь, криво. Он идет на возрастание лесенкой. Наверное, просто коммунальщики решили сэкономить денег и не заморачиваться. Бог с ним, и так сойдет. Но вид на самом деле не впечатляющий. Но далеко ходить не надо, через дорогу еще одно уникальное место. Не поверите, вот это вот пешеходный тротуар. Забор установить не забыли коммунальщики, а чистить почему-то забывают, причем регулярно. Люди, естественно, ходят не здесь, а по проезжей части. А это опасно, скользко. Не дай бог, человек отступится и упадет под машину. Печальных последствий не избежать. Интернет кишит критикой горожан в адрес городских чиновников. Мол, деньги на содержание дорог и тротуаров выделяются немалые, а результата от этого никакого. Жутко стыдно за нашу нефтяную столицу, за руководство города. Три года не выезжал на своей машине за пределы округа, и сейчас удалось это сделать. Объездил всю страну. Путешествие заняло всего два дня. Ежедневно проходил по полторы тысячи километров. Потому что дороги идеальные. Особенно удивили Кировские. Этот регион считают одним из бедных, но дороги там идеальные. Для Наринмара это полный позор. На дворе зима, а дорожники сегодня что-то на дороге в искателях измеряли. Наверное, будут наносить разметку. Наверное, они считают, что под снегом разметка до следующего года сохранится. Зато следующим летом наносить не нужно будет. Сами же коммунальщики с доводами людей не согласны. По их мнению, дороги они содержат хорошо и даже более. В этой истории они нашли своих виноватых. Мы так-то стараемся практически все охватить. Но если, допустим, территории тротуара, которые принадлежат управляющим компаниям. Простить к нам, конечно, сложнее насчет этого. Вот мы уже не раз спросили, эти территории убирать помогаем. Но хотелось бы, чтобы все-таки управляющие компании тоже свои территории тоже. И снег убирали, и песком подцепали тротуары. Потому что, по-моему, с их стороны не очень-то дело происходит. Социологическое исследование, которое проводилось на различных сайтах Ненинского округа, показало, 88% жителей региона недовольны состоянием дорог. Кстати, некоторые из этого же числа считают, что в Наринмаре их вообще нет. Дорог вообще в принципе нет. Если сравнивать с Россией, то они отсутствуют здесь. На самом деле Тюмени, то есть там дороги стекло вообще. И здесь сюда приехали, тут вообще капец. Разница очень большая. Между нашим севером и вашим севером очень большая разница. Если деньги выделяются, а дороги не делаются, наверное, где-то деньги не доходят до дорог, наверное, так? Губернатор региона Игорь Кошин на одном из последних совещаний сказал, что жителям Наринмара нужны нормальные дороги, а не чиновники, которые бьются за свои места. Глава НАУ уверен, администрация города сейчас тормозит передачу в собственность округа дорог, расположенных на территории Наринмара. И пока этот процесс не завершится, единственная транспортная артерия столицы региона продолжит нести опасность для простых жителей. Знаете, у нашей редакции сегодня появилась хорошая идея. Раз городские коммунальщики не могут элементарно, казалось бы, посыпать тротуары песком, то мы это сегодня сделаем за них, а точнее им поможем совершенно безвозмездно. Вот лопата, вот ведро с песком, идем на ближайший тротуар, что возле первой школы, он, наверное, один из самых травмоопасных. Часть мы уже посыпали песком, продолжим и дальше. Итак, давайте, раскидаем песок. Можно по нему пройти даже, да? Конечно, можно, проходите. Разделываем его лопатой. Я думаю, что нужно потратить всего лишь минут 15, чтобы до конца обеспечить его песком полностью. Мне кажется, после этого городским коммунальщикам должно быть стыдно, потому что их работу делают совершенно другие люди, причем совершенно бесплатно. И лишь, чтобы сохранить свое здоровье. Ну, сейчас тротуар обеспечен, посыпан песком, и ходить по нему стало безопасно. Олег Танзейский, Роман Делимарский, телеканал Север.